Друзья, смотрите, как интересно. Первоначально, когда исследователи описывают мужчин и женщин, то они исходят из идеи биологического детерминизма. К примеру, это такие концепции, как психоаналитический. Фрейд и какие-то другие авторы в другом ключе говорили о существовании мужского и женского начала. И самое главное – это биологическая детерминация. И вот эти идеи, начиная с 40-х годов, 40-х по 70-е годы, были подвержены серьезной критике в феминистском ключе. И в этом видео я вам расскажу про то, что из себя представляла социология, самое главное, а чуть позже и психология гендера, хотя это понять уже потом появляется, вот в этом отрезке, 40-е, 50-е, 60-е, 70-е годы. Здесь появляется такой подход, который носит название полуролевого подхода. Здесь закладывается основной костяк научных понятий. Половая роль, чуть позже понятие гендер, гендерная роль, гендерные различия, гендерные стереотипы. Говорится о гендерной дискриминации. Да, об этом очень много говорится. Итак, друзья, давайте рассмотрим. Изначально основатель социологии, ну, один из основателей, это Эмиль Дюргейм, рассматривает такую идею о дифференциации обязанностей, о дифференциации функций по принципу дополнения. То есть он пишет о том, что один пол прекрасно завладел интеллектуальной сферой, догадайтесь какой, да, а другой пол прекрасно завладел эмоциональной сферой. И вот, то есть есть такая идея разницы в выполнении труда, в выполнении обязанностей, вот такая вот дифференциация, да, дифференциация функций. То есть женщина ответственна за дом, за заведение хозяйства, мужчина, хочется сказать, за все остальное, да, мужчина за какие-то внешние достижения, за материальное благополучие, за статус семьи, за то, чтобы быть добытчиком и так далее. Впоследствии социолог Толкотт Парсонс подхватывает вышеупомянутую идею, и он будет говорить о том, что вот эта дифференциация функций составляет основу и стабильность семьи. Эта мысль впоследствии будет опровергнута и подвержена серьезной критике. Я об этом вам расскажу. Но изначально социолог говорит, на первый план выходит такое понятие, как половая роль, то есть социальные ожидания, которые предписаны индивиду в зависимости от его биологических данностей, в зависимости от его пола, от анатомии. И он тоже говорит об идее вот этой вот взаимодополняемости мужчин и женщин. Он говорит о различиях, в принципе, все то, что видит ребенок, когда он воспитывается в традиционной гетеросексуальной семье. Социолог Линтон будет говорить о том, что нам, смотрите, нам приписывается роль, она задается извне, и индивид вынужден проигрывать эту роль, выполнять ее, следовать этой роли. И общество вот этого ожидает. Не только предлагает роль, но и бдит, роль выполняется или не выполняется. И если она не выполняется, то будут какие-то санкции, неодобрение, порицание, критика и так далее. Как будто бы, вот прям как в театре, социологи об этом пишут, что нам предлагается роль, и мы вынуждены выходить на сцену и эту роль играть. Но особо-то нас позабыли спросить, хотим мы выполнять эту роль или мы этого не желаем. И социологи пишут о том, что... То есть это американцы. И они замечают, что, конечно же, в США в основном воспитание ориентировано на половое сходство, да, что вот эта идея неравенства так не декларируется особо-то. Но тем не менее и мальчиков, и девочек воспитывают по-разному, да, то есть все равно это неравенство есть. Девочку изначально воспитывают, ориентируя на роль матери. Что должна делать мама? Она не только заботится, это еще и роль обслуживания. Мама, которая обслуживает потребности ребенка, к примеру. Девочка должна быть более послушна, вот такая вот спокойная, скромная, да, есть даже на эту тему тоже особый стереотип. Она должна быть в согласии со всеми, да, конформной такой. Мальчика ориентирует вообще на другую роль. На роль добытчика, на роль первооткрывателя, на вот какие-то такие вот, что-то вот внешнее, да. То есть он должен быть, он отвечает за какой-то прогресс, да, за достижения, за новые открытия, ученые, которые вот мужчины, да. То есть мальчик именно поэтому может, ему может быть позволено отклоняться от правил, нарушать правила. И в отличие от девочек, мальчик может быть менее дисциплинированным. Подростки получают разные представления о том, как нужно выстраивать свою сексуальность. Исследователи пишут о том, что женщина как будто бы не имеет своего собственного статуса. Ее статус продиктован статусом того мужчины, рядом с которым женщина и находится. Конечно же, женщины работают, и женщины могут работать. Но социологи пишут о том, что, скорее всего, в обществе доминирует такое представление, что это будет псевдопрофессия или псевдозанятость. Самая главная занятость женщины – это ведение домашнего хозяйства. И вот примерно в 50-х годах было даже одно из таких руководств по ведению домохозяйства. И там декларировалась следующая мысль, что женщина, вот подчеркивается ее обязанность, необходимость обслуживать членов семьи. Она должна подчеркивать свою зависимость, вот прям подчеркивать. Она должна принимать и поддерживать идею о том, что мужчина – глава семьи, она не имеет права задавать лишних вопросов, да, и тогда ей обеспечено счастье. Она не должна оставить под сомнение его высказывания, не должна сомневаться в том, что говорит муж. То есть он – глава семьи. Появляется такой тренд, как… Это вот 50-е годы, да, появляется такой тренд, как интенсивное материнство. Парсонс пишет о том, что социальные роли, они все-таки претерпевают изменения. Что такое тренд интенсивное материнство? Поскольку женщина, она прежде всего мать, и она занимается… Ведь мы говорим не просто про зачатие вынашивания ребенка и про рождение ребенка. Это про воспитание, про то, что мама многому учит ребенка, отдавая свое время в основном ребенку. То есть почему бы женщине, если она вот со всем этим справляется, не заниматься воспитанием ребенка а-ля научным методом? То есть женщина, будучи матерью, может претендовать и занимать экспертную позицию в этом вопросе, в вопросе воспитания детей. Что такое экспертная позиция? Ведь это та позиция, которая достигается. Даже сейчас, да, не говоря уж о тогдашнем времени, чтобы стать экспертом, нужно иметь как минимум одно, да. Ну сейчас, наверное, как минимум 2-3 образования высших. Это та роль, которая требует серьезных затрат – временных, энергетических, финансовых. Нужно читать книги. То есть это достигаемый статус, да. Нужно какие-то мероприятия посещать, да, вот какие-то семинары, самому вести эти семинары. И вот женщина может занять вот эту роль эксперта в плане материнства. Появляются концепции о том, что мама и ребенок находятся в отношениях зависимости. Ребенок зависит от мамы, да. Мама с ребенком ведь в телесном контакте находится, да. Если это было бы про психологию, то это была бы теория привязанности. Отец, он не находится в отношениях зависимости с ребенком. Именно поэтому он может быть ориентирован на какую-то внешнюю жизнь. Ну, то есть на достижение вот во внешней социальной жизни, да. Смотрите, основная суть, которая здесь толкуется, звучит следующим образом. Это идея распределения обязанностей. Вот, мужчина за работу отвечает, женщина за дом. Эти люди прекрасно распределили свои функции, и все довольны. Никто никому не конкурент, здесь нет никаких конфликтов, все прекрасно. Это вот классическое, вот сейчас можно сказать, архаическое представление о тогдашней нуклеарной семье, да. Ну, вот самая простая семья. Смотрите, друзья, что дальше происходит. Существующая асимметрия ролей на самом деле не привела ни к чему хорошему. И не нужно думать, что только женщины пострадали. Мужчины тоже столкнулись с определенной такой внутренней напряженностью. Об этом я сейчас расскажу. Появляется возможность определенную часть обязанностей по дому, или же, в принципе, обязанности по дому целиком, да, атрибутировать наемному персоналу. Ну, нанять домработницу, нанять няню и так далее, да. Существует в обществе такое представление о том, что если же женщина работает, и она реализуется вот так вот, то, скорее всего, это те женщины, которые, вот образ, да, какой, что это те женщины, которые не замужем, или вдовы, или дети уже взрослые, да. И, опять-таки, роли меняются, да, и появляется общественное предписание, адресованное женщинам, соблюдать баланс между домом и между работой. И женщина при этом должна помнить об отсутствии превалирования своей профессиональной деятельности. То есть, смотрите, с одной стороны, она должна соблюдать баланс, но с другой стороны, не забывать, что главное не работа, а главная семья. И Парсенс в этой связи даже пишет такой афоризм, что женщина не имеет карьеры, она имеет только работу. Карьера – это привилегия мужчины. Если же, в принципе, женщины могут достигать равного статуса мужчине, но тогда это не замужняя женщина. Замужняя женщина должна иметь статус заметно ниже статуса своего мужа. И поскольку, ну вот такая, скажем так, несправедливость, да, то женщине надо как-то вот, может быть, дать какие-то определенные сферы жизни, обеспечить ей доступ в эти сферы жизни, и пусть там она вот этот низкий статус компенсирует, да. То есть, женщина может тогда себя реализовать в таких областях, как музыка, дизайн, искусство, благотворительность, развлечение и так далее, да. То есть, что-то, что вот, поскольку у нее такой низкий статус, какие-то есть сферы, где там она может себя найти. Так, сейчас секундочку, посмотрю, все ли я сказала. Да, да. И смотрите, самое главное, что вот это вот узкое распределение обязанностей, да, вот такие узконаправленные роли на самом деле порождают напряженность и высокую степень неудовлетворенности жизни. Женщины, обладая низким статусом, пытались достичь более высокого положения через что? Через свою избыточную привлекательность, избыточную такую сексуальность, через, вы знаете, такое навязчивое стремление к чистоте, к порядку, чтобы вот все вещи прям по полочкам, да, чтобы дома ни одной пылинки, вот такой вот навязчивой, навязчивая такая работа по дому. Если же говорить о мужчине, его, если же она должна отдавать всю себя дому, а он должен отдавать всего себя работе, да, то для мужчины это тоже узконаправленная роль, и она тоже сочетается с неудовлетворенностью. Почему так? Если же мужчине предписано всего себя, всю свою энергию отдавать работе, то муж, приходя домой с женой, понимает, что ему нечего с ней обсудить, нет общих интересов, нет общих точек соприкосновения. Если же говорить не про жену, а в принципе про женщин, мужчина понимает, что нет оснований для дружбы с женщиной. Единственный контекст отношений с женщиной – это сексуальные отношения. В дальнейшем, вот опять в 40-е годы, появляется такое понятие, как ролевой конфликт. Мира Комаровски, она пишет о том, что вот что такое ролевой конфликт, да, женщина, ну, согласно общественным стандартам, да, должна соблюдать баланс между реализацией своей традиционной, как пишет она, женственной ролью, да, и современной ролью. Она отправилась к студенткам и проводила там свое исследование, и она выявила, что у студенток очень высокая степень неудовлетворенности жизни, жизнью в связи с тем, что они пытаются реализовать вот эти противоположные социальные ожидания. Студентки столкнулись с тем, что их родители не поощряют вот эту новую, современную роль. Говорится, что, ну, чего, ты учишься, работаешь, да, но, в принципе, это не главное. А студентки сталкиваются с неодобрением в том случае, если же они не реализовывают свою традиционную роль. А к чему это приводит, да, ну, вот это не одобрение от кого? От родителей. Ведь если же есть какая-то степень напряженности, человек так или иначе, какими-то путями будет с этим стремиться справиться. И студентки скрывали свои академические успехи, скрывали свою образованность. В разговоре с мужчиной они отдавали ему право на последнее слово. Вот так вот, да. То есть диктуется, что успех – это не главное, да. Успех – это качество и привилегия мужчины. Сейчас, секунду, скажу, какие годы. 60-е годы. Социологи замечают о различиях между рабочим и средним классом. Смотрите, вот мне очень нравится вот этот момент. В рабочем классе женщины прекрасно реализовывали вот эту традиционную роль, женственную роль, да. И при этом они не испытывали никакой степени фрустрации. У них при реализации традиционной роли, у рабочего класса, нет никакого ролевого конфликта. У них всё прекрасно. Средний класс сталкивался, женщины, с ролевым конфликтом. Это с одной стороны. С другой стороны, это были те женщины, представительницы среднего класса, которые выстраивали новый стиль жизни, свой новый жизненный путь. Они меняли свои ценностные ориентации. И вот факт того, что средний класс живёт какой-то другой жизнью, отличной от того, что было ранее, Вот этот факт породил напряжение в рабочем классе. То есть в среднем классе вот такой вот внутренний конфликт, как совместить одно с другим. А в рабочем классе такой внешний конфликт. Почему это они повадили жить другой жизнью? Дальше Бетти Фриден выступает с феминистской критикой о женской роли. Проблема неравенства в 60-х годах выходит на первый план. Она критикует, то есть это вот такой вот отход от взаимодополняемости, о которой я говорила раньше, о таком вот разделении труда, о разделении функций. Она выступает против зависимости женщины, роли супружества, роли матери, вот на первом плане, роли домохозяйки. Если же женщины бездетные или же женщины успешные, они подвергаются маргинализации и описываются как отклонение от нормы, как нечто патологичное. Вот так вот. Появляется такая вещь, как проблема, не имеющая своего названия. У этой проблемы прямо такое название. Проблема, не имеющая название. Смотрите, когда тебе говорят, что ты, допустим, женщина, ты можешь быть замужем, спрятаться за мужчиной, и тебя ждет роскошь, благополучие. Ты будешь наслаждаться такой вольной жизнью, ничего особо-то не делая. И вроде как ты будешь счастлива. На самом деле это оказалось серьезная ловушка. Те женщины, которые сидели дома, они спивались. То есть там процветал алкоголизм, адюльтеры. В некоторых исследованиях было замечено, что вот эта роль домохозяйки, женщины просто становились наркозависимыми. Вот так вот. Появляется женское движение. Женщины все более и более охватывают сферу профессиональной деятельности, то есть массово работают. А социологи и психологи проявляют больше интерес к данной теме. Появляются концепции половых различий, согласно которым половая принадлежность определяет разный взгляд на мир, разные ценностные ориентации, разные мотивы. К примеру, женщина – это эмоциональность, это вербальные способности, она такая вот зависимая, она физически слабая. Если же мужчина, то какие вот различия? Он независим, он склонен к агрессии, он рационален, у него развито логическое мышление, способность планировать, в том числе стратегическое планирование. У мужчины тогда будут прекрасно развиты пространственные и математические способности, в отличие от женщин. Разные концепции. У меня на канале есть видео, посвященное вот этой теме. Можете посмотреть. Но нужно понимать, что у этого подхода различий есть существенная критика. Дело в том, что внутривидовых различий гораздо больше, нежели различий в группах, объединенных по признаку пола. То есть декларируется что? Что вот группа мужчин, вот группа женщин. Между ними нет никакого сходства, есть различия. В этом видео я даже говорила о том, что мужчина – это анализ. Разные мышления. Мужчина – это анализ, поскольку это агрессия, это разбиение целого на части. А женщина – это соединение, это синтез. Вот такая вот функция мышления, которую выполняет женщина. А на самом деле, внутри группы мужчин очень много различий. Один мужчина серьезно отличается от другого мужчины. Внутри группы женщин тоже есть различия. Одна женщина отличается от другой и так далее. А вот это нивелируется. Показываются только различия между мужчинами и женщинами. А различия внутри групп нивелируются. Вот какая самая главная критика. Все-таки вот эта концепция различий бывает двух видов – биологическая и социальная. Биологическая – о том, что различия продиктованы гормонами, хромосомами, строением мозга, врожденной конституции. Это, к примеру, теория эволюционного развития пола. Согласно которой мужчина отвечает за изменчивость, за прогресс, за появление чего-то нового. Вот мужчина – первооткрыватели и так далее. Мужчина – добытчик. А женщина отвечает, наоборот, за сохранность. Ну что она сохраняет? Прежде всего, это сохранение потомства. Интересы популяции выходят на первый план. Все продиктовано именно интересами популяции. И в этой связи мужчина оказывается более уязвим. Ну как это понимать? То есть мужчина открывает новые горизонты, работает, все добывает. И он более уязвим. Его деятельность более рисковая. А женщина, она более устойчива негативным воздействиям окружающей среды. Потому что от нее зависит выживаемость потомства. А мужчина у него более рисковая деятельность. Так, да, мотивация. Появляется исследование мотивации. Говорится о том, что у женщин есть такая стратегия избегания успеха. Даже боязни, страха перед успехом. Девочку изначально воспитывают, ориентируя ее на избегание успеха. Потому что успех – это привилегия мужчины. И это мужское качество. Исследуется морально-нравственное развитие. Это исследовательница Киллиган. Разная мораль. Вот это мне очень нравится. Смотрите, как интересно. У мужчины мораль процедурная, тогда как у женщины мораль отношенческая. Что это такое? Социальную дилемму мужчина и женщина решают по-разному. Мужчина решает это в пристежке к формальному правилу. То есть есть формальное правило, есть закон. Вот так должно быть, и все. Женщина говорит о том, что мы можем договориться. Но это не совсем в том эмоциональном плане, как я сейчас это выразила. То есть, к примеру, вот мама, мы можем договориться. То есть нужно выслушать одну сторону, выслушать другого и прийти к какому-то компромиссу, о чем-то договориться. Но исследователи пишут о том, что вот эта мужская процедурная мораль, когда есть четкое правило и все, нельзя отклоняться. Это наиболее высший уровень морально-нравственного развития. А у женщины получается такое недоразвитие в этом плане. И вот можно понаблюдать, как сейчас у современного человека выстроена моральная ориентация. Мне кажется, что все-таки она больше женская. Потому что есть закон, но очень часто мы от него отклоняемся. К примеру, в сфере трудовых отношений. Мы можем договориться. Так, опять, что дальше? Да, появляются идеи биологические, вот эти концепции биологических различий. Различия, которые продиктованы биологией. Идеи о том, что у женщины какой-то свой, особый, иной, отклоняющийся от нормативного взгляда на мир. Появляется понятие социализация, говорится о какой? О полуролевой социализации, да? То есть та роль, которая предписана в зависимости от того, мужчина ты или женщина. Так, я сейчас вспомнила, что кое-что не сказала. Смотрите, я говорила, что есть биологическая концепция разницы, да? А не сказала, что есть еще социальная концепция разницы между мужчиной и женщиной. Это так называемый подход социальных ролей, что существуют социальные роли. И гендер, вот гендерная разница, это как разные системы опыта, как разные сути опыта. И индивид, если же хочет быть членом определенного общества, вынужден быть конгруентным данным гендерным ролям. А если же он не будет конгруентным этим ролям, то его ждет наказание, неодобрение. Так, дальше, да? Смотрите, полуролевая социализация. С девочкой, иначе мама выстраивает отношения. Да и, в принципе, родители, да? Взрослый. Девочку больше держат на руках, вот более такого тактильного кожного контакта. С девочкой больше разговаривают, с ней мягче разговаривают. Мальчишкам, к примеру, разрешается подольше задерживаться, подольше возвращаться с прогулки. Он может задерживаться. Он может выходить за пределы двора, дворовой территории, куда-то там подальше отходить. У мальчиков подчеркивается, поощряется их независимость, их автономия. Друзья, смотрите, по большому счету существует три главные концепции, объясняющие становление мужчины и женщины. Психоаналитическая концепция – это через моменты идентификации и прохождения эдипового комплекса. Опять-таки, все есть у меня на канале. Мужской и женский эдиповый комплекс можете посмотреть. Есть концепции социального научения, такие поэти, как одобрение, поощрение и наказание. И индивид будет закреплять и повторять то поведение, которое поощрялось взрослым. Есть теория когнитивного развития. Чем она отличается от вышеупомянутой? Тем, что, смотрите, взрослый дает информацию, а ребенок активно участвует в этом диалоге, активно ее усваивает. То есть ребенок не пассивный объект воздействия, а активный участник взаимодействия. И впоследствии ребенок уже сам относит себя к одному из двух вариаций пола. И вот эти три концепции подвержены в то время феминистской критике. Это такие люди, как Нэнси Ходоров и Сандра Бэм. Относительно Сандры Бэм у меня на канале уже есть видео, всячески поощряется просмотр этого видео. Нэнси Ходоров выступает с психоаналитической критикой Фрейда. И она показывает свое иное мнение по поводу того, почему женщина такая зависимая и сосредоточена в основном на межличностных отношениях, а мужчина наоборот независимый и ориентирован куда-то вперед на достижения. Почему? Потому что девочка и мама имеют схожесть, их тело очень похоже. А мальчик имеет иное тело, отличное от тела матери, и ему нужно в какой-то момент своего развития растождествиться с материнским телом. Он не похож на нее, и он будет затем выстраивать свою неповторимость. А девочка имеет такое же тело, как и тело матери. Вот она зависимость такая, вот они межличностные отношения. То есть ей не нужно отходить от матери и выстраивать что-то свое. Социологи исследуют карьеру женщины. Появляется такое понятие, как гетто женских квазипотребностей. Квази – это та приставка к слову, которая обозначает мнимость. Ненастоящие. И смотрите, женщина в основном осваивает такие профессии, как клерк, воспитательница, преподавательница, соцработник. Если же какая-то немногочисленная группа женщин осваивает профессию юриста, но в этом случае это будет тот юрист, который сосредоточен на системе семейных отношений. Женщины охватывают и медицину, работают врачами. Но тогда это преимущественно те сферы, такие сферы, как педиатрия и психиатрия. Конечно же, на улице жарко. Конечно же, женщины могут работать и в других областях. И действительно так и было. Но, к примеру, женщина может работать в вооруженных силах. Но достичь высокого статуса она вряд ли сумеет. Есть определенные барьеры, этому мешающие. То есть мы с вами о чем говорим? О женской дискриминации. Это тот момент, который действительно был. Так было. Смотрите, друзья, женщина, к примеру, у меня, кстати, тоже на канале есть видео, посвященное вот этому вопросу. Женщина имеет гораздо меньшую заработную плату, занимает схожую должность, даже ту же должность, что и мужчина. И вот подобные барьеры вертикальной и горизонтальной сегрегации впоследствии получают название стеклянного потолка. Она упирается в некий потолок, и дальше ее движение невозможно. Вот. Вот так вот, да? Но 70-е годы – это, в принципе, время, тем не менее, хороших таких изменений, особенно в среднем классе. Мужчины отдают припочтение, не то чтобы отдают припочтение, они допускают возможность существования равных партнерских отношений. То есть партнерские отношения, да, у нас есть что-то общее уже, вот. Но, тем не менее, определенная конфликтность сохраняется. Вот, например, требование баланса ролей для женщины. Даже Мира Комаровский замечает следующее, что мужчины, они, ну, какой глагол подобрать, да, они, наверное, принимают то, что женщина вполне может быть интеллектуально развита. Да, вот. Это они принимают. Но мужчины не готовы соглашаться с женским превосходством в интеллектуальной сфере. Если же мужчина сталкивается с последним, то, как правило, ощущает неловкость, вот такое вот смятение, да, что делать. И Комаровский приходит к выводу, что, скорее всего, интеллект перестал быть антагонистом женственности. Это с одной стороны. А с другой стороны, в отношениях мы, конечно же, отдаем, ну, как ожидаем, интеллектуального обмена. Вот так вот. Появляется даже такое понятие, как кризис маскулинности. Если же мужчина, опять-таки, отдает всего себя работе, если же есть такое жесткое предписание, что ты должен превозглашать власть, соревноваться, вот прям конкурировать, да, занимать лидирующие позиции, прям биться, чуть ли не биться, да, эксплуатировать женский домашний труд, то мужчины сами-то этому не очень-то охотно отдаются, да. То есть это тоже некомфортно для мужчины. Но я так добавлю, что если же ты вот так вот должен постоянно быть как таким вот энергичным, да, и всего достигать, очень легко можно просто быстро уйти из жизни, как минимум серьезно устать, да, как минимум нету времени на врачей, потому что я же должен, должен, должен достигать, да, и можно просто раньше уйти из жизни. Это все-таки истощает организма. Так, психологи задаются вопросом, а откуда у мужчины такие привилегии? И психолог мужчина по фамилии Плек дает ответ на вопрос. Ну, вот, к примеру, почему мужчина зарабатывает больше? Хотя женщина может занимать ту же должность. Да потому что это веками сформировавшееся половое разделение труда. Ну, конечно же, именно мужчина всегда работал. Добывал полезные ископаемые, да, добывал золото и так далее, и так далее, да. Открывал новые земли, осваивал их. Мужчина всегда работал, поэтому у него и привилегий больше. Стоит отметить, и социологи так и делают, что поведение не всех индивидов в точности сочетается, приравнивается вот этим социальным предписанием, социальным экспектациям, да, ожиданием. Есть люди, которые выстраивают и другую жизнь, но их поведение, в случае, если же они отклоняются, да, действительно воспринимается как отклонение, как девиация, как ненорма, причина которого кроются, как описывают люди, в неудаче, в промахе, социализации. Ну, то есть, вот просто воспитание чего-то не сформировало. То есть, ну, например, женщина, которая не хочет быть матерью, ну, вот она скажет, вот просто воспитание у меня что-то не сформировало, воспитание чего-то не дало. И вот мужчины, да, тоже вот, ну, вот меня так воспитали. То есть, говорится, какой-то вот промах какой-то социализации, да, то есть некая вот эта социальная канва, как некая система отчета остается. Исследует семью. Помните, я раньше говорила о том, что женщина не имеет своего собственного статуса, а имеет ее статус, определяется статусом мужчины, рядом с которым она находится. Вот это вот критикуют. То есть на самом деле в той же Америке очень много семей, на тот момент, которые не имеют главы мужчины. Да и в принципе вот этот постулат критикуется и говорится о том, что женщина может достигать социального статуса через какие-то другие параметры. В принципе, социальный статус чем задается? Уровнем образованности, уровнем дохода. Есть какие-то другие параметры, где можно этого статуса достичь. Например, через помощь людям, через благотворительность, через степень вовлеченности в общественную жизнь. Вот это может дать социальный статус. Появляются такие понятия, как структурная гендерная дискриминация, согласно которой мужчины и женщины попадают в неравные жизненные ситуации, неравный жизненный выбор. И появляется понятие о том, что женщины, как некое социальное меньшинство, сексизм, находятся в точке соприкосновения между сексизмом и расизмом. То есть феминистская критика. То есть в чем это? Например, женщина... Там много чего. Вот, к примеру, женщина выполняет труд по дому, но это тот труд, который не оплачивается. Так, проблема неравенства. Об этом говорится. И смотрите, как пишут социологи. Если же женщин рассматривать как угнетенный класс, то в этом случае женщины обладают типичными характеристиками, характерными для угнетенного народа. А что это за характеристики? Они сами воспроизводят негативные стереотипы и предрассудки, некогда сформировавшиеся в их сторону. И тем самым они это сами воспроизводят и сами препятствуют своей интеграции в статусные сферы публичной жизни. Вот так вот. Даже формируется представление о том, что группа женщин – это как некое сословие, как некая каста, которая имеет два пути своего становления. Первый – она либо встраивается в существующую патриархальную модель, то есть мы говорим о том, когда действительно есть патриархальная модель, она либо в это встраивается, со всем соглашается и понимает предпочтение, отданное мужчинам, его привилегии, и с этим не борется. А другой путь – это наоборот, как контр. Что это такое? То есть она будет соревноваться, она будет конкурировать, она бросает вызов патриархальному миру и наращивает таким образом свои собственные достижения. Вот так вот. Это, в принципе, самое главное, что я хотела сказать. В конец 50-х годов, хотя я уже о другом времени говорю, конец 50-х годов – это появление понятия гендер, а в 70-х годах появляются гендерные инновации, ой, терминологические инновации. Исследователи думают, так, понятие пол, понятие гендер. В каких случаях целесообразнее использовать понятие пол, а в каких случаях нужно использовать понятие гендер? Сами социологи критикуют понятие половой роли. Что такое половая роль? Вот как раньше в учебниках написано, что подросток должен сформировать свою полуролевую идентичность. Я всегда пугалась этого страшного понятия, что такое полуролевая идентичность. Смотрите, социологи критикуют это понятие. То есть половая принадлежность не определяет личность. Гораздо важнее гендер, как некая надстройка, которая приписывается в зависимости от анатомии. И вот этот подход, полуролевой подход, он был подвержен серьезной феминистской критике, о которой я говорила в самом начале. В основном эта критика... Там социологи тоже критикуют. То есть, например, там серьезные такие социологические моменты. То есть, описывается какое-то явление, но не описывается сама общественная структура, например, и так далее. А феминистская критика — это что такое? Это то, что в процессе социализации усваиваются не только различия, но и неравенства. О том, что социологи выстраивают свои теории через призму патриархального момента и через андроцентрический взгляд, согласно которому мужчина — это норма, а женщина рассматривается как девиация, отклонение от нормы. Вот она, основная феминистская критика. Вот основные моменты. И вот этот полуролевой подход тоже подвержен критике. И появляются совершенно новые концепции, совершенно новые теории. Но об этом в следующий раз. Друзья, большое вам спасибо за то, что вы досмотрели до конца это видео. Вот такие вот учебниковские истины. Вот так вот. Спасибо большое.